Друзья, всем привет! С вами Олег и канал StableDiv. Сегодня мы поговорим про Nunchaku. Nunchaku это такие специальные загрузчики и специальные библиотеки, которые позволяют использовать модели N4, FP4 и значительно ускоряют генерацию. В два раза генерация примерно становится быстрее. Для слабых видеокарт это очень актуально. Но у многих возникают проблемы с этими узлами. Сегодня мы разберемся, что такое в принципе Nunchaku, зачем они нужны, как устанавливать и переустанавливать Nunchaku. Дал варианты библиотек Nunchaku. Какой вариант поддерживает KvenImage. На данный момент появилась поддержка KvenImage. И сегодня я вам покажу, как установить правильно Nunchaku, чтобы эта поддержка работала. Давайте для начала разберемся, что такое Nunchaku. Nunchaku это библиотека CUDA ядер, которая написана под PyTorch, интегрированная как узлы ConfUI. Nunchaku пытается быть эффективной заменой FlashAttention, XFormers и Triton. Nunchaku поддерживает низкоквантованные модели, такие как FP4 для 5000 серии NVIDIA и N4 для 4000 серии NVIDIA и ниже. Обратите здесь внимание, что 5000 серия работает только с FP4, с N4 она работать не будет. А вот ниже серии 4000 и ниже, они работают исключительно только с N4, FP4 они не поддерживают. Поэтому если вы на данный момент выбираете себе видеокарт, лучше отдать предпочтение 5000 серии, потому что FP4 там поддерживается на уровне железа. В конечном итоге от Nunchaku мы получаем снижение потребления видеопамяти и двукратное ускорение генерации. Отрицательной же стороной является конечно же снижение качества генерации, но качество падает не очень сильно, если вы будете делать последующий апскелл, то разницы скорее всего вообще не заметите. Теперь переходим к установке, мы можем установить два варианта Nunchaku. Первый вариант это Stable Nunchaku и версия самих Nunchaku, которые с этими узлами будут работать 3.2 на данный момент. Позже возможно будут уже более свежие версии. И также есть еще поддержка Nunchaku Nightly, это так называемые Nunchaku для разработчиков. Там уже версия самих Nunchaku поддерживается 1.0.0. Давайте начнем с того, что установим обычный стабильный Nunchaku. Предположим, что на данный момент у меня уже Nunchaku установлено и они не работают. У многих вот так бывает, то есть они стоят, но не функционируют. Что нам нужно сделать? В первую очередь давайте зайдем в папку ConfUI, зайдем в папку Custom Nodes. Найдем здесь папку ConfUI Nunchaku и удалим ее отсюда полностью. Удаляем. Далее выходим обратно в корневую папку, находим здесь папку Python Embedded или Python у вас может по-разному. Заходим в папку Live, заходим в папку Site Packages и находим здесь папки Nunchaku. Вот они две папки Nunchaku и Nunchaku версия 1.0.0. На данный момент у меня сейчас стоит версия Nightly, то есть для разработчиков, поэтому сами Nunchaku 1.0.0. Эти две папки мы тоже отсюда удаляем. Нажимаем Delete, удаляем. А теперь давайте перейдем на официальную страницу Nunchaku. Это не Nunchaku ConfUI, а именно Nunchaku. Здесь мы будем ставить сами библиотеки. Смотрите, у нас здесь есть два варианта установки библиотек. Это стабильные библиотеки 0.3.2 и библиотеки 1.0.0. 1.0.0 это вот эти вот библиотеки. Они предназначены для разработчиков, девелоперские так называемые. Давайте для начала поставим 1.3.2 стабильные версии. Нажимаем вот сюда вот. И вот здесь вот ниже мы можем найти последние библиотеки Nunchaku. То есть нам сначала нужно их поставить, а потом уже непосредственно узлы. Поэтому находим под свой Torch и под свой Python. Вот я пользуюсь Torch 2.7 и Python у меня 3.12. Поэтому вот такой вот вариант Windows должен быть написан, а не Linux. Выбираем, то есть нажимаем вот сюда вот и скачиваем эту библиотеку VHL. Нажимаем сохранить. Теперь вот эту вот библиотеку мы закидываем вот сюда вот в Conf.UI, перемещаем ее сюда. Теперь если у вас моя версия Conf.UI, то есть вот такой вот BAT-файл. Мы его запускаем. У нас открывается вот такое вот окно терминала. Здесь мы, кстати, сразу-то копируем название вот этого VHL вместе с расширением. И здесь мы пишем в таком вот виде PIP install и Ctrl-V вставляем название этого файла. Нажимаем Enter. И все, у нас команда эта прописывается и библиотека устанавливается. Крестиком закрываем. На всякий случай покажу, если у вас нет такого BAT-файла, как у меня в моей сборке, как для других, да, поставить правую клавишу. Нажимаем, выбираем окно в терминале. И вот здесь вот вводим следующую команду. Команда будет выглядеть вот таким вот образом. Нажимаем тоже Enter и еще раз устанавливаем эту библиотеку. Хорошо, теперь запускаем Conf.UI и будем устанавливать непосредственно узлы. Conf.UI запустился. Переходим в менеджер. Переходим в Custom Notes Manager. И вот здесь вот в поиске пишем Anunchaku. Я пишу только первые три буквы. Нажимаю Install и дожидаемся установки. Узлы установились. Нажимаем Restart. Нажимаем Confirm. Итак, Conf.UI у нас перезагрузился. Давайте возьмем вот такую вот схему. Кре, например, для начала закинем ее в рабочее пространство. Я ее вам тоже приложу на Boosty. Эту схему сможете, ну, также закинуть, протестировать. Вот они, вот эти узлы. Anunchaku установились. Но если мы сейчас откроем консоль, вот здесь немножко пролистнем вверх, то у нас тут будет ошибка. Есть ошибка вот такая. Anunchaku есть Quen Image Edit Loader. Это так называемый загрузчик для Quen модели. Он выдает ошибку. Почему? Потому что он на этой версии Vichelo, которую мы сейчас поставили в библиотеку Anunchaku, он не работает, он здесь не поддерживается. Чтобы этот загрузчик поддерживался, нам нужно поставить версию Anunchaku 1.0.0. Но смотрите, вот Кре, вот этот, он работает. Со временем сюда перенесется, я так думаю, что и загрузчик для Quen, и он тоже будет работать. Давайте запустим, убедимся, что у нас работает Кре, ну, Flux, грубо говоря. Flux и Кре, соответственно. Смотрите, нажимаем Run. У нас все генерируется, все работает. Но давайте я вам сейчас покажу, как поставить версию Anunchaku 1.0.0, чтобы у вас работал загрузчик для Quen. Тогда мы делаем следующее. Мы просто закрываем ConfUI, удалять эти узлы не нужно. Оставляем. Переходим на официальную страницу разработчика. Вот это вот, да, где мы скачивали VHL. Возвращаемся обратно. Нажимаем здесь 25 релизов. Вот это самое большое количество релизов. И вот здесь нажимаем Assets. Находим здесь опять же версию, которая подходит нам. Мне подходит вот эта вот версия, Torch 2.7, Python 3.12. И для Windows нажимаем и скачиваем эту версию. Итак, вот она, эта библиотека у нас скачалась. Но прежде чем ее установить, опять же переходим в Python Embedded, переходим в Live, переходим в Site Packages и находим здесь библиотеки Anunchaku. На всякий случай, чтобы не было каких-то конфликтов, удалите старые библиотеки, вот эти 0.3.2. Потому что, ну зачем параллельно иметь две разных библиотеки, которые могут конфликтовать между собой. Просто удаляем. Переходим обратно в корневую папку Conf.UI. Сюда закидываем вот эту библиотеку, которую мы только что скачали. Она у меня, видите, уже просто здесь есть. Я уже ее ставил. Копируем ее название сразу, чтобы потом сюда уже не лазить. Копируем вместе с расширением. VHL, Ctrl-C нажимаем. Если у вас опять же моя сборка, нажимаем здесь OX Command, чтобы открыть вот такой вот консоль. И здесь уже пишем PIP Install. И нажимаем здесь Ctrl-V, чтобы вставить эту последнюю библиотеку 1.0.0. Нажимаем Enter. Дожидаемся установки. Уставка все у нас установлена. Заново предлагается ввод. И мы это уже, конечно же, делать не будем. Нажимаем крестик и заново запускаем Conf.UI. Сами узлы Conf.UI у нас уже установлены. Соответственно, их заново устанавливать не нужно будет. И сразу же сможем попробовать в работе новую библиотеку Nunchaku. Conf.UI у нас запустился. В консоли у нас уже на этот раз ошибки нет. Вот у нас эта версия Nunchaku 1.0.0 установилась. Соответственно, у нас теперь все узлы поддерживаются. Ни на что не ругаются вот эти вот узлы. То есть библиотеки у нас соответствуют. И у меня подготовлена еще одна схема для вас. Это схема как раз таки Squent. Переносим сюда вот эту схему. И у нас, соответственно, теперь уже вот такой вот узелок уже будет не красный. Если вы перенесете с версии Nunchaku 0.3.2, то вот этот узел будет красный. Он не найдется. Потому что библиотека его не поддерживает. А теперь у нас будет уже нормального цвета. Нажимаем ран и проверяем работоспособность этой схемы. Генерация у нас работает. Вот на данный момент у нас уже завершается генерация изображения. Если вы будете ставить Quent, то у меня в канале есть вот такой вот пост. Здесь есть все ссылки необходимые. Есть ссылка непосредственно на вот этот VHL Nunchaku. Есть ссылка на сами модели IN4 для 4000 и ниже серии NVIDIA. И FP4 для 5000 серии NVIDIA. То есть здесь модели. Давайте перейдем. Я вам сразу покажу. Здесь у нас 4 варианта модели. Почему 4? Потому что для каждой модели есть разный вариант RANK. RANK32 и RANK128. Я скачал вот этот вариант RANK128 немножко побольше. И наверняка должен быть покачественнее. По крайней мере, если сравнивать с обучением LOR модели, то чем RANK выше, тем более качественнее модель. Простой рабочий процесс можете тоже вот здесь взять. Это базовый. Софициальная страница разработчика. Вот официальная страница разработчика. Но вот эти вот схемы, они немножко настроены там по-другому. Здесь некоторые настройки отличаются. Можете, конечно, с видео посмотреть. Можете на Boosty забрать, как вам нравится. И вот еще небольшое сравнение генерации. Это модель FP8. Здесь я пометил. А вот это вот модель FP4 с LUNCHACO. Разница по качеству она есть. Давайте я вот немножко приближу. Детали здесь мелкие, более точные. И контрастность как-то она повыше. В остальном же, я бы не сказал, что прям сильно, прям очень сильно отстает модель NUNCHACO. Учитывая, что генерация на ней в два раза быстрее. Есть еще, кстати, один момент по поводу именно Квена. Здесь нету поддержки лоры. Соответственно, по скорости вы какого-то прям плюса большого сейчас на данный момент не получите. Но эта лора будет поддерживаться. И с учетом того, что скорость генерации общая, она в два раза выше, то с лорой будет она тоже в два раза выше. А когда она будет поддерживаться, и мы будем генерировать уже на 14 шагах, а не на 50, как я сейчас сделал. Это прям по максимуму. То есть, как вот разработчик рекомендовал. Есть здесь разница между 30 даже шагами, 50 шагами, без вот этой вот лоры 4-шаговый Lightning. Лора значительно ускоряет генерацию, потому что там уже генерацию можно делать на 14 шагах. Качество получается очень высокое. На модели FP8. А вот сейчас, на данный момент, генерация получается быстрее с этой лорой. Но эта лора, она тоже будет поддерживаться. Она появится обязательно. Еще одно сравнение. Это модель Kria FP16. Самая максимальная модель. И это уже Nunchaku FP4. Большая разница между квантизацией 16 и 4. Разница в качестве вот такая вот. Изображения копия такие же, но в мелких деталях, конечно же, есть разница. Давайте я приближу, чтобы вы точно уже увидели. Здесь более выражены мелкие детали. На модели FP16, а на FP4 детали, конечно же, мелкие. Они теряются в кэше, смешиваются. Но разница здесь по уровню этих моделей, по потреблению видеопамяти, по скорости генерации, она колоссальная. Тут даже не в два раза скорость отличается, как с FP8 моделью. А разница здесь буквально там раз, наверное, в 3-4. Потому что у многих FP16 будет работать очень медленно. Эта часть видеопамяти будет переброшена в оперативную память. И, соответственно, это все будет очень медленно работать. Ну а модель FP4, она у вас практически целиком может поместиться в 12-16 гигабайт видеопамяти. Друзья, вот такие вот узлы Nunchaku. Вижу, что у вас есть проблемы с установкой этих узлов. Поэтому это видео я как раз таки и снял. Надеюсь, на этот раз у вас проблем не будет. Вы по этому видео сможете поставить либо первый вариант, либо второй. Если вы работаете только с Flux моделями, то ставьте первый вариант, версия Nunchaku 0.3.2. Или более свежую версию, которая появится уже в будущем. Если вы будете работать с квен-моделями, то ставьте, конечно же, 1.0.0. Это уже девелоперские узлы. Соответственно, там уже могут быть какие-то проблемы с выгрузкой видеопамяти в оперативную память. И какие-то, может быть, еще другие нюансы. Это все-таки уже вариант для разработчиков. Если вы интересуетесь веб-интерфейсами Automatic Forge Confluent, я вас приглашаю на свои курсы, чтобы вы могли пройти более последовательное обучение этим веб-интерфейсам. Более подробную информацию вы можете найти на сайте stablegif.ru. Ссылка будет в описании под этим видео. Там же есть контакт администратора. Если какие-то у вас вопросы останутся, обязательно их задавайте. Также вас приглашаю на мой бустит. Там много различных материалов есть по различным темам. Заходите на мой телеграм-канал. Там я выкладываю интересные новости, которые выходят. И заходите в большой телеграм-чат. Там большой комьюнити для общения. На этом всем удачной генерации, хорошего настроения. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok